Вы знаете, 10 минут передохнем от дорог, да, тем более вот близится к концу недели. Поговорим о вечном, о русском языке. Как вы относитесь к словам авторка, режиссерка, блогерка? Это называется феминативы или феминитивы, допускается двойное произношение. Это мода последних нескольких лет. В рамках продолжения борьбы за права женщин, многие женщины, в основном в Москве, конечно, в последнее время у нас, стали настаивать на том, чтобы их профессию обозначали не мужским словом, так, режиссером, а режиссеркой. Вот как вы к этому относитесь, можете позвонить, высказаться. А пока я позвал к нам в гости специалиста. Оксана Миско, одновременно филолог, кандидат в культурологии, доцент и заведующая кафедрой Института культуры, где готовит как раз режиссер. Вот, к примеру, вам бы как больше нравилось, чтобы к вам обращались режиссер или режиссерка? Ну, мне бы нравилось, чтобы ко мне обращались как к компетентному специалисту, неважно, как при этом наименовали. Ну, смотрите, вот Слава, конечно, иронизирует, режиссер-режиссерка, хотя повод для разговора серьезный. Ну, смотрите, в то же время есть артист и артистка. А как складывалось так, что в некоторых словах, ну, просто нет женского рода, и мы к нему никак не привыкли? Ну, начнем с того, что был еще князь и княгиня, например. Да, конечно. А сама история феминитивов, она достаточно древняя, и появились они намного раньше, чем начало 21 века, и чем блогерки и режиссерки. Если мы вспомним с вами революцию 17-го года, когда, собственно, появилась сама идея равноправия женского и мужского. Вобожденный эрос, да? Соответственно, и профессии, которые прежде считались чисто мужскими, теперь стали привлекать к себе и женщин. Так появились и феминитивы, те слова, которые обозначают... То есть уже тогда? Конечно, конечно. А какой-то пример, потому что мнение приходит в голову, если не сложно? Нет, ну, на самом деле, комсомолец, комсомолка, в общем-то, это самые известные... Ну, а почему режиссер не стал режиссеркой уже тогда? Женщин режиссеров не было? Профессия чуть позже появилась, сама профессия. И тут еще, нет, тут еще два момента очень важных. Первый момент в связи с появлением вот этих, точнее, в связи с приходом женщин в мужские, традиционно мужские профессии, и, соответственно, необходимостью наименовать их как-то в этих профессиях, всеобщее уравнение породило наименование профессий общего рода. Например, врач, он и она, учитель изначально, и он, и она. И до сих пор в официально-деловом стиле, в официально-деловой речи, мы употребляем с вами наименование профессий общего рода просто с глаголом, указывающим на женский род. Хотя в школе говорят учительница. Ну, есть и секретарша, например. И это звучит привычно. Есть еще училка. Ну, это уже другое. Я к чему говорю? Язык, он же, в принципе, эволюционирующий такой инструмент. Динамичная система. Динамичная причем. Так что это нормально, да? Может быть, просто дело в том, что мы пока не привыкли, а пройдет там, не знаю, пяток лет, да и все, оно ляжет на ухо. Что скажете по этому поводу? Давайте разведем с вами понятие появления так называемых новых слов, как бы неологизмов с суффиксами АК, допустим, блогерка-режиссерка, президентка, и гендерную лингвистику. Гендерная лингвистика связана с осознанием новой роли женщины в обществе. Соответственно, это слова не просто новые слова. Это слова, которые маркируют новую реальность. Реальность, в которой женщина не то что наравне, да, но иногда и конкурирует, и вполне успешно с мужчинами в разных профессиональных областях. Вы знаете, а мне кажется, что вот некоторые слова стали женского рода, а некоторые нет, потому что, вот, к примеру, авторка и режиссерка просто плохо звучали. Соответственно, до последнего момента никто не додумался их ввести в обращение. Спортсменка же звучит хорошо. Ну да, она нормальная. Спортсменка звучит хорошо. Мне кажется, дело в привычке, ну, потому что конструкция слова та же, интонационно оно произносится точно так же, что режиссерка, что спортсменка. По ударениям разбивка одинаковая, по количеству слогов, по-моему, на слух, да, одинаково. Просто... А давайте вспомним еще про такие слова, как доярка, свинарка, кухарка. Кто из нас знает, что есть слово дояр? А это есть такое слово, литературное, абсолютно. Как часто оно употребляется. Я, как редактор, несколько раз находил в титрах. Ну, были у нас участники конкурса доярок мужского рода. Так писали дояр? Это слово литературное, оно кодифицированное. То есть доярки нас не смущают, а авторки смущают. Давайте посмотрим, что написали в социальных сетях. В социальных сетях, к примеру, Светлана пишет, вообще это бред какой-то. Во-первых, задает вопрос, почему окончание, вот суффикс, да, ка. Есть и другие, иша, и яйца, и так далее. Но суть не в этом. Зачем вообще пишет издеваться над русским языком? Например, в английском языке профессии не разделяются пополам, и нет никакой там проблемы. Светлана за использование профессии в начальной форме. А то считает, что вот эти вот все суффиксы только унижают. Другой комментарий бесит, когда говорят дикторка. Ну вот если честно, я с таким вообще не встречалась, но это то, что касается меня. И вот Александр пишет еще такой комментарий. Это что же получается? Наш великий и богатый русский язык не настолько великий, не настолько богат, что его пытаются исправить всякие бесправные. Что значит, это означает этот комментарий? А можно мужской ответ на блогерок и авторок? Вот если исправлять, ну давайте тогда исправим слово старшина или староста. Оно как бы женского рода, да? И пусть будет старшин. Я всегда считал, что старшина мужского. Вообще женский род и женский пол, это разные вещи. Это мужского рода, но звучит как женское, тогда давайте старшин, старост. Ну в русском языке вообще не совпадает род и пол очень часто, мы же с вами знаем. И кофе мы помним, он самый, и тюль. Поэтому иногда наименования, которые должны обозначать женский пол, имеют мужской род. Ну вот и все. Ну а я вдруг задумался, действительно, мне кажется, это чисто русский феномен. И он связан с тем, что у нас изначально слова женского и мужского рода сильно отличаются. А мне кажется, в английском языке такого нет. Вот girl. Ну то есть действительно ли это вот чисто русский феномен? Или где-то на западе тоже идет такая... Нет, конечно. В европейских языках, особенно вообще феминитивы зародились в немецком языке. Там вот этот вот student, studentin. Вот эти суффиксы и окончания, указывающие на женский пол, по профессиональному признаку, они зародились в немецком языке. Кстати, из немецкого же к нам пришла генеральша, как жена генерала. Капральша, капитанша, которые сейчас с нами воспринимаются как разговорные формы, а, допустим, в 18-19 веке они были вполне себе узуальные. Ну, в английском языке, по-моему, такого нет. Ну, потому что там, в принципе, нет рода. То есть мы просто указываем местоимением, допустим, шиит и все. Ну, пример, у них вот темза же, это он. Темза, у них он, а мы думаем, что она. Ну, потому что река, а не река. Потому что переводы не калькируются по родовому признаку. Ну, так все-таки резюмируем. Возникновение феминотимов – это нормально, да? Это живое развитие русского языка. Я вообще против алармизма, вот этой паники по поводу каких-то совершенно новых, неизвестных явлений, феноменов в культуре. Нужно ко всему присматриваться и делать так, как тебе комфортно. Ну, не комфортно вам, не произносите эти слова. Ну, вот была целая мода, когда на законодательном уровне хотели запрещать иностранные слова, которые, ну, уже так вошли в обиход. И не потому, что это чья-то жизненная позиция, а просто потому, что это удобно. Ну, вы знаете, кстати, именно тогда вместо селфи стали говорить «себяшки», да? И это стало модно. Многие мои знакомые вполне продвинутые пишут – не селфи, а «себяшки». Ну, знаете ли, галкипер тоже превратился во вратаря обратно. Хотя одно время была мода произносить именно на европейский манер. Ну, все-таки, давайте вот, я не знаю, признаетесь вы или нет, все-таки вам понравится, если вас будут называть режиссер или режиссерка. Только не говорите, что вам все равно. Нет, мне, конечно, не все равно. Но я все-таки официальное лицо, я заведующий кафедрой. Да, вот тоже интересная такая особенность. В официальном деловом стиле мы употребляем именно форму мужского рода по отношению к должности человека, который заведует, допустим, кафедрой. А я, честно говоря, вот заведующую бы узаконил, потому что она мне слух не режет абсолютно заведующая, а я… Ну, я где-то слышал, что словари меняются примерно раз в 25-30 лет. Вот их обновляют. Да нет, у нас вроде недавно это проходил процесс. Так что пока мы живем со старыми словарями, а вот когда критическая масса в общении новых слов превысит какой-то определенный предел, может быть, и в словарях появятся новые. Вы все-таки режиссер или режиссерка? Вы упорно избегаете ответа на этот вопрос. Вы знаете, мне нравятся оба слова. Правда, я не режиссер. Я филолог. Хорошо. Ну, в рецептах была Оксана Миско, филолог. Слава богу, от филолога… Кандидат. Кандидат культурологии, но при этом заведующий кафедрой института культуры. Ну, кстати… Великий и могучий. Да. У филолога феноменатив еще не появился? Филологиня? Почти что богиня. Она же княгиня. Вы тоже не против. Я не против. Хорошо. Продолжим после рекламы. Нам надо разобраться с нашим интерактивным голосованием. СубтитрыAM. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»